Всем привет, снова здравствуйте, The Brush 2019. В этом ролике хотелось бы рассмотреть такой вопрос, как экспортировать CTL файл из The Brush и импортировать CTL файл в The Brush, а также как сделать экспорт FBX файла для 3D Max. Поехали. The Brush работает именно в OPS формате, экспортируется вот здесь вот в тулах, и импортируется тоже. Кто работал, тот уже знает. Открываем The Plugin, и вот есть здесь такая функция 3D Print HUD. Чем она нам может помочь? Она нам может импортировать CTL файл и экспортировать CTL файл. Также она может экспортировать файл в OPS и экспортировать vrml файл. Я такой лично не знаю. Наведу справки, потом, может быть, расскажу, что это такое. Жмём, допустим, импорт CTL. Вот он нам открывает окошко. Нахожу, допустим, формат того же бульдога, только в CTL файле. Вот вы видите, насколько он маленько в OPS импортировал. Вот так вот. Посмотрим по флур, насколько он меньше по сетке. Вот вы видите, насколько он мал, формат CTL. Вот так вот. И установлен, вы видите, что по другой оси импортирует. Так. Экспорт тоже самое. Нажимаем, допустим, вот этот файл. Этого бульдога и жмём экспорт to CTL. Вот он нам показывает, как это всё дело сохранить. Переименовываем, допустим, и сохраняем. Высвечивается файл where security exported, но уже сохранён. Можно нажать на экране. Всё. Это вот первое. Что да как. Теперь, как сохранить в fbx файле. Открываем the plugin. И есть тут функция fbx export import. Вот это вот. Нажимаем. И можно этот же файл сохранить, допустим, в fbx формате. Вот export и import. Можно импортировать fbx. Уже не надо, если вы скачали fbx файл, то не надо устанавливать, допустим, 3D Max. Или netfab, чтобы закинуть, переделать формат в fbx, и потом закинуть уже в зебру. Жмём экспорт. То же самое высвечивается окошко. Формат fbx. Переименовываем. Жмём save. Вот такие есть возможности импорта, экспорта. В разные форматы теперь в the brush. Раньше тоже в cteo было, в fbx не помню было, в семёрке нет. Я как-то этим не пользовался. Ну, думаю, вам будет полезна эта информация. Чтобы не скитаться, не искать на страницах ютуба, или в сайтах каких-то информацию, я решил, что она вам пригодится. Пусть будет. Скажу сразу, бульдог не моя работа, просто для разнообразия вбросил, и чтобы, ну, более-менее разнообразить 3D-модели визуально. Всё, всем пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова